Но сегодня хотел бы рассказать именно о нано-технологии. В общем-то, сама приставка, это нано, ферма, нано, он широко стал использоваться именно после лекции Фейнмана. Когда он на своей лекции в 1959 году сказал, что там внизу полно места. Он имел в виду, что есть еще неиспользуемый и, в общем-то, так широко не изученный наномир. И там действительно происходит множество всяких вещей и множество явлений, которые необходимо изучать. Он сказал, что, возможно, в 2000 году человечество будет думать, а почему же, почему же не занимались этими нано-технологиями, почему же не исследовали нано-объекты, почему не было такого интереса сейчас в 1959, как он говорит. И действительно, эти слова были пророческие. К нано-технологиям возник очень большой интерес. Для меня нано-технологии и вообще термин «нано» и тесно я с этими явлениями познакомился, когда в 2009 году отправился на стажировку в японскую компанию «Убок», которая является ведущей в мире производителями вакуумной техники и у которой есть лаборатория полупроводников, где именно с использованием нано-технологии и сейчас производится, и тогда производились различные электронные устройства, жесткие диски, микрочипы и так далее. И почему так получилось, почему повезло именно мне. Дело в том, что наш университет приобрел установку «Убок СИЭС-7D-100» — это установка для синтеза углеродных новых трубок. И в этой японской компании есть такая программа, что если есть какой-нибудь девайс, приобретенный от этой компании, то можно отправить человека, который там пройдет стажировку, обучится обращению с этим девайсом и вообще обучится, так сказать, технологии производственной культуры компанию. Поэтому случилось так, что я был в Японии порядка двух с половиной месяцев в местечке, которое называется «Сусома», с таким интересным названием. И в этой лаборатории, конечно, мне удалось вплотную познакомиться и освоить те инструменты и те технологии, которые относятся к нам на технологии. изучить материалы, как называется, нано-материалы. Так уж получилось, что у нас в стране интерес к нам технологии как раз в это время, 2008-2009 год, очень сильно так был на подъеме, можно так сказать. Сейчас немного на спаде, тогда был на подъеме. И модно даже было изучать какие-то нано-материалы, модно было употреблять эту приставку нано. И мне кажется, это сыграло несколько друную славу. Сейчас, когда, я даже смотрю, просто если по тегу нано переходить в интернете, то обычно все, что не по поде, ассоциируют с термином «нано». Любые достижения, неважно, никто не разделяет микрообъекты, нанообъекты. В общем, все, что касается науки, и, как правило, с оттенком такого, что потрачено много денег, а результата не очень много, и все это вот под соусом «нано». Это, на мой взгляд, неправильно, потому что нанотехнологии и нанообъекты и изучение их – это очень большой, кропотливый труд. И не всегда так получается, что если мы производим какой-то нано-материал, все, он сразу выстреливается, становится плач-невидинкой и так далее. Нет, это может быть очень много, огромное количество свойств, разных этих объектов, которые сразу не дадут такого эффекта применения, эффекта промышленного применения, использования сразу же в быту или в технике, или на заводе. Не всегда это так. Так что же относится к нанотехнологии? К нанотехнологиям принято, и к термину «нано» принято обозначать либо объекты, вичина которых менее 100 нанометров. Что такое 100 нанометров? Разрешающая способность оптического микроскопа, то есть если мы хотим просто увидеть что-то в обычном лабораторном геометическом микроскопе, мы там в районе 400, 500, 600 нанометров где-то будем находиться. Не больше, не меньше. Более маленькие объекты мы не увидим. Размеры ретроцитов, кровяных телес, размеры ДНК, вот они где-то в этом диапазоне лежат, менее 100 нанометров. И вот нанотехнологии — это не только процесс создания нанообъектов, величина которых менее 100 нанометров, но это процесс создания таких наноматериалов, у которых свойства будут радикально отличаться от свойств материалов, где нет наночастицы. И вот тогда это считается нанотехнологией. Еще к нанотехнологиям относится, например, создание инструментов, которые могут манипулировать нанообъектами. И так уж получилось, что одним из первых таких наноматериалов и нанообъектов, который исследовался и который был искусственно синтезирован, стала нанотрубка. Вещь и такой материал, наверное, широко известный для всех. Кто-то хоть раз в жизни слышал про этот материал, однако, наверное, многие думают, что сейчас позатихло исследование этих объектов. Нет, ничего подобного. Наоборот, современные исследования говорят о том, что нанотрубки могут найти и находят сейчас даже просто колоссальные применения, и можно с помощью их создавать фантастические вещи. Ну, например, один из примеров – это создание такого так называемого материала, способного, имеющего такое свойство миража. То есть с помощью нанотрубок и композита специально состоящего из нанотрубок, графенов и полупроводниковых, некоторых других полупроводниковых материалов, например, удалось создать материал, который способен при пропускании через него электрического тока создать эффект миража. То есть объект за этим материалом находится в такой легкой дымке и может частично даже быть прозрачным, то есть вот как здесь показано на картинке. И это отличный маскировочный такой материал. Подобные технологии, они, конечно же, привлекают военных. Понятно, по каким причинам. Далее. Вот еще один вариант такого материала из нанотрубок. Это, наоборот, материал, который поглощает все, не пропускает, а именно поглощает все падающее на него звучание. Где это может быть интересно? Ну, делаем покрытие самолета с использованием такого материала. Медленный радар, самолет такой не засекает. И вот еще, например, использование нанотрубок. Это вот то, что я вам говорю, это где-то последний, 2015-2016 год публикации научных. И я постарался какие-то самые новые материалы, самые новые источники здесь показать. И вот, например, внизу материал. Это так называемый прозрачный и гибкий светодиодисплей. Ну, известны вам LED-телевизоры и прогресс, который сейчас в области производства LED-дисплея наблюдается. Так вот, с помощью комбинации из углеродных нанотрубок и, вот здесь написано, агенту нано-варь, то есть серебряных нанотрубодов, можно получать прозрачный дисплей. То есть, ну, может быть, кто-то там видел фильм «Особое мнение», да? Помните, он там манипулировал разными объектами на экране, красивый такой экран, прозрачный. Ну, так вот, сейчас это уже не фантастика. И достижения, связанные с нанотехнологиями и исследованиями нанотрубок, позволили создать такие дисплей. Прозрачный и в то же время еще и гибкий. Ну, дальше я об этом еще скажу. И, ну, еще один очень известный материал, что касается того, как у нас именно в институте дела именно с синтезом нанотрубок обстоят. На нашей установке, вот о которой я говорил уже, в Синтезе, в виде серверского, нам удалось на никелевые подложки синтезировать нанотрубке, значит, но здесь есть одна сложность, которая требует очень длительной технологической обработки. У нас вот один аспиран, Сергей Диумаев, он как раз сейчас работает по своей диссертации над способами синтеза однослойных нанотрубок. Вот интерес представляет именно не куча разнородных нанотрубок на подложке, а вот хорошо бы, если бы на подложке получался такой красивый лес, лесопосадка такая, деревце посажено одно на другом, получались бы вот такие вот красивые столбики нанотрубок, причем однослойные. Вот такой материал можно смело прямо использовать, и такую вот подложку можно смело использовать как дисплей. Но это очень сложно, очень сложно получить равномерное распределение, очень сложно получить однослойные нанотрубки. Тяжело обработать и понять, получились они, исследовать. Для всего этого нужна специальная техника, электронная посылка. Но вот сейчас у нас есть определенный прогресс на никелевой подложке. Подложки никеля, отожженной нам удалось, вот методом, который у нас есть, очень интересный метод в плазме водородной, удалось получить нанотрубки. И вот сейчас как раз идет такой момент, когда мы обрабатываем эти нанотрубки, обрабатываем этот материал, пытаемся такую вот равномерную конструкцию, конфигурацию получить. Так вот, сейчас у нас есть еще одно направление, которым занимается тоже мой хороший знакомый Дмитрий Старов, это синтез графен. Графен тоже, наверное, всем уже успел, наверное, наскучить и набить оскломину. Но я считаю, что этот материал и вообще во всем мире активность, связанная с изучением графенов, не прекращается. И графен исследуется. И что это такое, я напомню. Это один слой, монослой графита. Здесь такой материал, график. Рандаш их берем, это график, да? Так вот, если взять очень качественный график для карандашика, провести им по скотчу, сложить липкую ленту, разделить один раз, разделить второй раз, разделить третий раз, можно получить вот этот скуплен. Так именно и было. И, значит, известные всем малоселов и гейм впервые получили вот эту вот двумерную конструкцию, двумерную систему, графен. И оказалось, что он не двумерный потом все-таки. Дело в том, что наш Ландау предсказывал, что такие конструкции, такие системы неустойчивы к термодинамическому. То есть, ну нельзя так сделать, чтобы получить вот такую плоскую систему, и чтобы она находилась в скобильном состоянии. Она либо свернется, обязательно, либо образует конфигурацию, типа там, фулерена, либо нанотрубку образует. Ну нельзя получить вот такую плоскую систему. Оказалось, можно, а оказалось, вот можно добиться такого состояния, когда по поверхности графена идут такие слабые волны, и он как бы в полном смысле слова не двумерный, то есть не плоский, а такой вот трехмерный, ряд какая-то неумерный. И тогда он устойчив. И вот это интересно именно за синтез такого материала с уникальными такими свойствами. А какие уникальные свойства? У него уникальная теплопроводность. То есть он может служить уникальным материалом, отводящим тепло от процессора. С помощью графенов можно будет сделать такие материалы, которые хорошо, и такие покрытия, которые хорошо отводят тепло и дадут возможность, например, разгореть процессоры до более высокой тактной частоты. Он электрической проводимостью уникальной обладает. Там огромное количество свойств, все их перечитать, это отдельный момент. Так вот, интерес к графену не пропадает и сейчас. И вот мой коллега, он занимается тем, что функционализирует, страшное слово, функционализирует графену, добавляет в графены различные химические элементы, и смартфер, конечно, изменяется их свойство. Конечно, для этого тоже нужна специальная аппаратура, очень трудно синтезировать образцы, работать с питером, с черноголовкой, что-то получается. Итак, графен. Графена много не бывает. Это точно. И что же можно сделать с этим графеном? Гибкие дисплеи. Ну, например, недавно ученым из Тембриджского графенового центра был представлен вот такой дисплей, гибкий, качество здесь пока еще оставляется в ушел, но прогресс есть. Гибкий, который можно сгибать, деформирует всячески, но изображение при этом сохраняется. И энергопотребление там минимальный из воздушных. Или вот такой вот гибкий дисплей из графена для электронных книг. Ну, известна технология электронных чернил. Ну, вот на графене можно реализовать такой дисплей тоже. И причем даже китайские исследователи, китайские инженеры, и причем они замахнулись даже на цветную бумагу. То, что много лет обсуждается, цветная электронная бумага, ну, как они заявили, что в ближайшее время представят вот такую вот цветную электронную бумагу на основе графена. Хорошо. Что еще можно сделать с графенем? Вот статья в Мечер, последняя, с 2016 года, были представлены такие графеновые наноленты. Вот интересно, они могут быть вот такие зигзагообразные края, а могут быть так называемые МЧА, то есть как кресловидные таких края. И, оказывается, на этих краях можно наблюдать такие интересные эффекты, называется спин-поляризация. Углубляться не буду сильно, скажу, что это в область спин-троники относится. Новое веяние, когда не потоком электронных управляем, а спином электронных, так называемой спин-поляризацией. Меньше затрат энергии, больше выход. То есть результат применения спин-троники даст меньше затрат энергии и, ну, опять-таки, если мы возвращаемся к тому, что можно сделать процессор с более высокой тактовой частотой, меньшим нагревом, да, и заоблачными характеристиками вычислительными. И вот еще одно направление, это когда слои графена перемежаются с букибовыми, с пулеренами. Тоже интересный такой объект, когда графеновый слой закругляется, как шарик создает. И вот этот вот шарик, если мы последовательно будем чередовать эти шарики и графеновые слои, то можно получить очень интересный материал для батареи. То есть можно получить батареи высокой емкости с использованием вот такого композитного материала и гораздо более безопасным, чем литий-полимерный композит. Дальше. Ну и вообще интересная вещь, которая тоже, как вы видите здесь, может и не видите, 2016 года статья, это материал интересный фа-графен. Фа-графен это почти графен, но фа. Значит, в лен есть дополнительные, помимо стандартных шестиугольников, есть и семиугольники и пятиугольники. И оказывается, такой материал, он тоже по расчетам, специальной методике расчетов, он оказывается устойчивым, он может существовать как в плоском материала, но немножко там, чуть-чуть он будет волнистый, то есть даже как и обычный графен. И вот сейчас очень интересные возможности есть для того, чтобы синтезировать такой материал и, мало того, в эти ячейки можно проследить зависимость, например, количество семиугольников такое, количество шестиугольников такое, свойство можно изменить. Если научиться контролировать, например, количество семиугольников, пятиугольников, шестиугольников материалов, то можно изменить свойства, а это очень интересно, то есть на одном и том же глиофене можно какие-то разные свойства получать. Хорошо? Еще один момент, на котором бы я хотел остановиться подробнее, и что очень интересно, нано-технологии сегодня, это все-таки создание нано-роботов. Вот так получилось, что оказывается, вот такие два интересных направления робототехники и нанотехнологии можно даже объединить и создавать при этом очень крутые устройства. Ну, я бы хотел познакомить вас с тем, что сейчас на сегодняшний день, какой прогресс в этой области есть. Задумка была такая. Задумка появилась достаточно давно, еще там статьи 2005-2007 года. Задумка создавать роботов, у которых есть там полноценные захваты, манипуляторы, какие-то системы управления и так далее, но размером с кровяные тельца, меньше даже, и которые могут манипулировать клетками, можно вводить в кровь и получать какие-то данные или воздействовать на какие-то объекты, например, раковые клетки. И как сделать такого мано-робота? Рядом американских исследователей было предложено из совокупности атомов создавать такие структуры, например, унитарный механизм или обычный подшипник, где вот желтый – это атомы премии, например, красный – это от атома разных материалов в зависимости от назначения. И можно создавать, например, какие-то унитарные механизмы, валы, шестерни просто из групп атомов. Но это пока как бы задумка была. Реально там удавалось располагать как-то эти атомы, но пока вот заставить именно это все работать как целый механизм достаточно тяжело. Например, вот совершенно недавно было исследование, когда катали фуллерены по поверхности. То есть фуллерен может служить колесом такого робота, например. И вот катали фуллерен по поверхности, оказалось, что он так кликнет к поверхности, что чтобы его прокатить, этот фуллерен, надо там давление в лего, гига и так далее запредельное. То есть не получится просто так взять и прокатить. Нельзя просто так взять и прокатить фуллерен вот по этой поверхности. Так не получится. Дальше. А вот что реально есть, что реально сейчас создано, это группа исследователей из университета Мэрилла во главе с одной замечательной женщиной, которая фамилия, я, к сожалению, не помню, но у нее есть лекция на ТЭК, можно посмотреть. Замечательная лекция. Называется «Почему мы делаем роботов размером с что-то там?» Что я так говорю? С блоху, что ли? Ну, как вот так называется лица. Почему мы делаем такие роботы? И очень интересно, что в этом университете реально научились создавать механизмы, размеры которых, ну, как вы видите, здесь 3 мм, да? И меньше, меньше, меньше. Больше, вот таким, миниатюризация идет полный ход. И объекты позволяют, вот, ну, гибкий материал, например, какая-то силиконовая резина, и твердый материал, например, кремний, и методами фотолитографии, и другими методами, относящимися к нанотехнологиям. Можно создавать такие вот миниатюрные пружинки, которые ставить вместо лапок робота и заставлять его куда-то там двигаться, например. Но пока они оперируют с этими пружинками методом, который называется, который они сами называют аспирант с концертом. То есть это очень интересный метод. Аспирант зажимает концертом на пружинку, отпускает, добивается там прыжков, или там может зажать, зажать, зажать несколько пружинок, добиться там какого-то перемещения этого робота, лукообразного по поверхности, ну не длительного пока, а вот с батареями у них проблемы. Ну может быть график поможет. Дальше. А вот там еще размеры, пока порядка там микрометод. А вот если мы хотим действительно переместиться к нанообъектам, то здесь нам могут помочь органические такие объекты, как, например, кишечная палочка. Вот у кишечной палочки есть очень интересный механизм. У нее есть жгутики, и оказывается определенное воздействие на эту кишечную палочку может заставлять этими гутиками крутить то по часовой стрелке, то против часовой стрелке. Причем если он против часовой стрелки крутится, то она движется вперед. Если по часовой, жгутики разматывают, и кишечная палочка тормозит. А там можно направлено менять следу, управлять движением этой кишечной палочки. Это очень интересно, и если к ней прицепить какой-нибудь манипулятор, то можно чего-нибудь там. Но надо еще сделать манипулятор. Ну вот исследование в этой области идут. И второй вариант – это использование специальных материалов. Давайте еще в следующий слайд. Использование специальных материалов, например, вот такой вот цилиндрик такого, состоящего из двух элементов. Серебряно-золотой, один конец, орган-пунт-фалу, да? И второй конец платины. Оказывается, если цилиндрик поместить в раствор перекоснодорода, он начнет двигаться вот в такой вот проектове. Причем скорости движения, что бактерии, что вот этого цилиндрика, они вообще крутые для таких данных объектов. То есть если сравнивать, то спортсмен, проплывающий за 5 секунд 100 метров. Вот такая же скорость, хорошая, в принципе, скорость для манипуляции с каким-то объектом. И вот самое последнее достижение, очень интересное – это вот такие биороботы. миниатюрные, размером, сравнимые с молекулой ДНК, которые позволяют разматывать спираль ДНК. У них три набора таких манипуляторов. Конечно, это просто химические, ну, как бы сказать, даже не химические, а органические молекулы, которые позволяют сцепляться с различными участками спирали ДНК и выполнять вот такой процесс размотки, например, спирали, выделения из нее отдельных объектов. Вот это круто, и вот это работает. Такие устройства тоже относят к нано-роботам. И да, потому что у них есть манипуляторы, потому что они могут управлять какими-то внешними объектами, и можно, изменяя там химический состав, изменяя там антиорганический материал, добиться там разных манипуляций. Ну и вот еще один очень интересный объект справа, например, вот, оказалось возможным получить вот такой механизм, который называется платформа, по-моему, стюарта. Эта платформа стюарта, вот если там сапфировая, сапфировая, атомосапфира, алмазы и так далее, и вот, оказывается, изменяя длинные вот этих вот зрения, можно добиться перемещения вот этой головки и на ней, например, как ухо манипулятора в разные стороны, как вам угодно. То есть сделать такой манипулятор для антиорганических. Очень интересно. Дальше. Ну, я хочу сказать только еще, что конкретно, чем я занимался относящимся к области нанотехнологий и, собственно говоря, так получилось, что такая нанотехнология была использована и в моей диссертации, это гриохимическая нанотехнология. Я занимался синтезом магнитных материалов с использованием гриохимии. Это когда берем раствор, берем жидкий азор, распыляем туда капельками раствор, получаем микрокапельки, там, в общем, ничего интересного, но по факту, получается, мы можем создавать материал и можем создавать порошок, у которого размеры жили могут быть порядка, там, 100 нанометров, 200-300, ну и, на самом деле, даже меньше 100 нанометров. И контролируемо создавать. Значит, можно именно использовать в области нанотехнологии. Но я скажу, что у меня получился субмикронный порошок, то есть он у меня не получился размерами меньше 100 нанометров, он получился где-то порядка 300-400 нанометров, но свойства материала, из которого я уже этот порошок, в котором я этот порошок использовал, фермогнитный, свойства этого материала изменялись в зависимости от уменьшения размера. И здесь можно продолжать исследование, может быть, докторскую, а может и нет, где мы будем уменьшать, уменьшать размеры и, может быть, меньше 100 нанометров получится контролируемо порошок сделать и, соответственно, свойства материала тогда значительно изменятся, это можно будет доктор, по крайней мере, вот мы и попытаемся сделать. Спасибо большое за внимание. Спасибо.